Вот такие ежедневные прогулки совершают ученики лицея перед завтраком и обедом. Столовая для недавно открывшегося учебного корпуса находится в здании напротив. С 2011 года мы все реализуем федеральный государственный образовательный стандарт. В этом стандарте прописано, что обучение для детей начальной школы должно быть не только очень научным, очень доступным, понятно, очень хорошо организованным, но в то же время должны соблюдаться по правилам СанПИНа некоторые вещи. Одна из них это динамическая пауза, это прогулка на улице, это укрепление здоровья. Одно из самых больших, после учебы самое большое дело здесь, которое мы осуществляем. Так вот, именно поэтому мы и соединили завтраки в соседнем здании вместе с прогулкой. После короткой прогулки обязательно мытье рук и можно приступать к приему пищи. В школьном меню сегодня а-ля английский завтрак. Я сегодня завтракала кашу под названием «Дружба», вареное яйцо и чай. Кормят очень вкусно. Мы кормим детей по 10-дневному меню. В меню входят завтраки и обеды. В завтраке у нас входят каши, омлеты, запеканки. Дети очень с удовольствием едят все. Обеды у нас бывают мясные, рыбные. Дети первого класса получают молоко. В основном здании лицея столовая работает по определенному расписанию. В зависимости от перемен, так как образовательное учреждение проводило занятие в две смены, самая большая перемена для обеда длилась от 10 до 15 минут. Что касается нового корпуса, здесь график свободный. Помещение столовой было построено здесь, в интернат. К интернату пристроено уже давно. Там в этом помещении столовой поставлены новые столы. Индивидуальный предприниматель Кулешова, Светлана Владимировна, организовала там новую бригаду тех, кто работает в этой столовой. Очень чисто во всем зале, очень вкусно на самом деле готовят. И мы туда можем отправить детей в около 120-130 человек. Это как раз параллель или первых классов, или вторых классов, которые у нас учатся в нашем лицее в здании Б. С момента открытия после капитального ремонта нового корпуса лицея здесь побывало большое количество гостей, каждый из которых отметил просторные коридоры, большие и уютные классы. А самое главное, учащиеся смогут посещать школу по стандартному утреннему расписанию, чему очень довольны дети и их родители. Продолжение следует... Продолжение следует...